Особое мнение на 101FM Особое мнение на 101FM Особое мнение на 101FM Особое мнение на 101FM С 13% до 15% Точнее расширить, скажем так Вот ту группу людей Которые будут платить не 13, а 15% Если я верно понимаю Речь идет о гражданах С доходами от 1 миллиона До 5 миллионов рублей Те, кто сейчас 5 миллионов в год зарабатывает Платят 15, да, пока А те, кто зарабатывает 5 якобы будут платить не 15, а 20. Ну, не удивлюсь на самом деле, потому что если посмотреть в другие страны, где вообще надо дать должное тому, что наша налоговая система очень юна. И если смотреть за рубежом, где уже столетиями исчисляется методика исчисления налогов, где все намного сложнее и ставки намного выше, в среднем НДФЛ по миру начняется где-то примерно, ну, в развитых странах от 20-24%. А там тоже прогрессивная шкала, да? Там тоже прогрессивные шкалы. Конечно, это в обязательном порядке, что чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты отдаешь налогов государству. Это нормальная практика. А мы к ней пришли смотреть еще сравнительно недавно. И сначала был порог до пяти. Если сейчас говорят, что от 1 миллиона будет 15%, я не удивлюсь. То есть я бы сказала, что, ну да, наверное, в скором времени мы к этому придем. Но я думаю, что это не раньше следующего года, потому что у нас нельзя сейчас в текущем задним числом нести такие изменения, потому что они будут ухудшать жизнь налогоплательщиков. Это запрещено. То есть, соответственно, в этом году можно не беспокоиться. Мы работаем по прежним правилам однозначно. Если мы говорим о людях с доходами от миллиона, которые будут платить не 13, а 15%, все у нас пока еще так вот если-если, да, речь идет о гражданах, которые зарабатывают чуть менее 100 тысяч рублей официально в месяц. Ну, то есть там посчитали порядка 83 или 89, я не помню, да, говорилось об этом. Кого это коснется? Говорится о том, что большинство граждан повышение налогов не затронет в силу их невысоких доходов, и поэтому вот это решение будет положительно воспринято абсолютным большинством избирателей. Это я сейчас Форбс цитирую, да? Вот. Но, тем не менее, мы же понимаем, даже в Кирове есть люди, которые зарабатывают порядка там 80-90 тысяч рублей в месяц, и их, в принципе, наверное, ну, достаточное количество. Что уж говорить о Москве и Петербурге, где, насколько я понимаю, там средняя зарплата даже выше, такая официальная средняя зарплата, чем вот этот порог 80-90 тысяч. Люди, которые столько зарабатывают, как они будут к этому относиться? Ну, то есть понятно, что те, кто зарабатывает меньше, скажут, да-да, давайте богатеньких-то раскулачим немножко. Пусть они, пусть они, раз уж они в нашем государстве столько зарабатывают, так пусть они и платят побольше, чем мы, да? А сами люди, кто зарабатывает 80-90 тысяч, что скажут? Ну, наверное, тут сложно сказать, насколько лично для них повышение на два пункта налогов скажется на их жизни. Максимум, я думаю, что мы, вернее, тут будет такой вопрос, а насколько это для него критично, и как работодателю это будет преподнесено. То есть если для меня это критично, то есть повышайте мне заработную тогда плату. Что естественным образом, если у нас сейчас дефицит кадров на рынке, это признают абсолютно все, в том числе и Владимир Путин. Мы об этом поговорим попозже немножечко, поподробнее. То есть сейчас мы зависимы немного от сотрудников, поэтому тогда, наверное, будет повышение зарплаты. То есть фонда оплаты труда. Да, что, естественно, по логике вызовет что? Последующий рост цены товаров. Или услуг. Потому что переложит... То есть того, что производит компания. Абсолютно верно. Это переложится на конечного потребителя. То есть это такое логичное завершение этого цикла. Ой, как интересно. То есть люди будут больше платить налогов, а потом еще больше будут платить, когда будут покупать товары или услуги. Абсолютно верно. Так это и получается. Так обидно как-то. Ну, а что делать? У нас, когда НДС был 18%, а потом стал 20%, это вообще косвенный налог. То есть теоретически его как раз сверху начисляют, перекладывая на конечного потребителя. То есть вы, приходя в магазин, там, допустим, ну, не рожки, а возьмем там любую консерву, да, там стоило 100, там станет там 105 рублей условно стоить. Так повышение-то было с чем связано? Потому что налоги повысили. И люди не заметили этого? Или не связали? У нас же инфляция идет, в принципе, постоянно, поэтому такой незначительный, в принципе, рост цен, то есть нужно понять, что они там не на 2%, например, повысят, да. То есть такой незначительный рост цен, он может и не сказаться на потребителя, могут не заметить, потому что мы живем, всегда мы живем в условиях инфляции. Абсолютно все страны мира, весь мир живет постоянно в условиях инфляции. Что-то постоянно повышается. Поэтому весь только вопрос в уровне. Ну, на данный момент у нас заявляется достаточно низкая инфляция по стране. То есть вот эта история с повышением налогов, в том числе НДФЛ, не скажется, на ваш взгляд, на недовольстве людей? То есть люди поддержат? Я думаю, что тут вопрос скорее, куда деваться? А что делать? Ну, если бы повышение составило даже, допустим, 5-10%, вот это критично. А два пункта, ну, да, неприятно, да, поговорим с работодателем. Я просто считаю, что к этому просто придется привыкнуть. То есть чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты налогов платишь. Вы думаете, что все-таки в конечном итоге переложится это все на плечи работодателя? То есть не сам человек из своей зарплаты будет платить больше, а если это наемный сотрудник, то скорее всего он будет получать столько же, сколько и получал, просто работодателю придется потратиться еще и на налог. Да, возможно. Скорее всего, к этому и придет, потому что у сотрудника есть определенное ожидание от уровня заработной платы и всегда ориентируется на такое понятие, как сколько на руки сотрудник получит. Ну, я думаю, если там, давайте посчитаем, допустим, да, то есть если у человека было... Сейчас Татьяна, я просто слушателям нашим расскажу, Татьяна сейчас в калькуляторе набирает цифры. Ну, вот если с 90 тысяч, 13% это 11700, а если с 90 тысяч будет у нас 15%, это 13500. То есть разница 1800. Ну, конечно, зависит от того, какое количество сотрудников в этой компании получает такую зарплату. Конечно, конечно, конечно. То есть если штат там, или один человек у вас получает такую заработную плату, либо у вас все высококвалифицированные специалисты с уровнем официальной заработной платы, там, от 90 тысяч. Конечно, это надо понимать. Нагрузка на фонд оплаты труда будет достаточно высокой все равно. Два пункта это достаточно много. Татьяна, ну вот вы же все равно рынок кировский себе представляете, да, рынок работы, работодателей, компаний. Какое количество компаний вообще в Кирове, где сотрудники могут столько зарабатывать? Ну, мы не берем топов, например, да, вот есть компании, где много сотрудников подпадает под вот эту вот шкалу. Так я скажу, это все заводы, околооборонная промышленность, все, кто работает по госзаказам. То есть это там сейчас высокие зарплаты, если мы берем Киров? Да, абсолютно. Банки? Ну, банки, да, но я думаю, что вот как раз про банки вряд ли они там будут так прям навстречу. У них закрепился бренд работодателей уже очень давно, и они на нем прекрасно живут, поэтому я не думаю, что тут они будут под сотрудников как-то прям подстраиваться. Поэтому я думаю, что они будут просто исчислять налоги, и все. То есть там сотрудники, получается, немножко поменьше на руки получат, вы про это говорите? Да, 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 абсолютно верно. А в каких еще сферах у нас может коснуться вот этот вот? Мне сложно сказать, потому что для Кирова и Кировской области подобный уровень заработной платы, я работаю с бизнесом, и официальный он достаточно для малого бизнеса редок. Нехарактерен у нас это, да? Да, не характерен, да. То есть это либо, возможно, какие-то филиалы, которые, или кто работает на работодателе Москвы, Санкт-Петербурга, не секрет, что они выводят свои рабочие места именно в регионы. У нас есть целые компании, которые таким образом работают и содержат огромный штат сотрудников. На удаленке, да? Нет, они здесь сидят офлайн, а работают для клиентов Москвы. Конкретно в моей сфере есть такая. Потому что это дешевле? Да, это намного дешевле, чем московского специалиста содержать, платя ему в три раза больше. Здесь можно платить в три раза меньше. То есть это коснется их, например, это коснется оборонки, это коснется, может быть, банковской сферы. Где у нас еще высокие зарплаты? Да, наверное, мне кажется. По большому счету все. То есть это, скорее всего, реальный сектор экономики, это производство либо IT-специалистов. То есть в IT-специалистах такой уровень заработной платы может присутствовать. Большинство кировчан не коснется этой истории? Я думаю, что все-таки скорее нет, чем да. Только опосредованно, если вдруг работодатели начнут перекладывать свои затраты по увеличению фонда оплаты труда на стоимость своих услуг. Но там, вы говорите, этого тоже будет практически незаметно. Незаметно, потому что непонятно, что вызывает рост цен. По поводу налога на прибыль компании с 20 до 25 процентов тоже обсуждается это в экспертной сфере. Но я так понимаю, что тут особо сказать нечего и пока еще не очень понятно, будет ли принято это решение. Ну, тут я вообще ничего не слышала на каком-то околоофициальном уровне. Я бы скорее сказала, что такое тоже можно не отрицать, потому что вот эта вот тенденция к прогрессивной шкале, те, что платят больше те, кто больше зарабатывают, это прослеживается, 100 процентов прослеживается. То есть уже сейчас у нас же введен налог на сверхприбыль, который уже большие крупные корпорации начали платить. То есть уже идет тенденция того, что если ты достаточно крупный бизнес, и я имею в виду максимально крупный бизнес, то есть этому уровню такого... Миллиарды оборотов, у которых миллиарды оборотов, то вы, пожалуйста, работайте на территории Российской Федерации, будьте любезны, налоги в соответствующем объеме тогда и гражданам Российской Федерации поделитесь. Ну, условно, это так. То есть богатые должны платить больше. То есть это к теме про раскулачивание, да? Вот получается, собственно. Но, тем не менее, и еще раз повторяюсь, эта тенденция не чисто наша российская придумка. Это все уже где-то было. У кого-то это есть, и там это считается нормальным. Например, в Италии там максимальный налог на НДФЛ, если возвращаясь к нему, например, составляет 48 процентов. Только представьте, вы получаете доход, а практически половину вы отдаете государству. И не дай бог, ты скрыл налоги. Всегда привожу пример с Алькапоне в Америке. Кто знает, это гангстер в Чикаго. Да, 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 очень знаменитый. Так вот, в свое время его ведь посадили в Алькатрас. Знаете, за что? За неуплату налогов, насколько я понял. Абсолютно верно. Какие-то там были махинации. То есть ему не могли вменить ничего из того, что он делал. Не убийство. Ничего, ничего нет. А вот налоги, налоги это да. И вот за налоги, соответственно, он и попал в тюрьму. Кто-то там из великих, я помню, говорил, что есть две неизбежные вещи. Да, это смерть и налоги, да? Абсолютно верно. Никуда от них не деться. Если мы говорим о возможных... Ну, я не знаю, насколько, опять же, применительно Кирову это можно обсуждать, если вы говорите, что у нас большинство граждан это не коснется. Но если мы говорим о возможных каких-то ухищрениях, может быть, не в связи с этими изменениями, а вообще в целом ухищрениями работодателей и сотрудников, чтобы вот эти вот там условно две тысячи свои сберечь. Можем ли мы говорить о неком, не знаю, переформатировании, что ли, рынка взаимоотношений между работодателями и наемными сотрудниками? Ну, то есть вот есть штатные, например, сотрудники, да. То, к чему привыкли мы еще там с советских времен. Он, работодатель тебя нанимает на работу, у тебя трудовой договор, ты спокойненько штатно работаешь, за тебя работодатель платит налоги. Но какое-то время назад, я помню, была история, когда компании от этого отходили, уж не знаю, с чем это было связано, и ряду своих сотрудников предлагали, например, из штата уволиться, оформить либо ИП, либо сейчас, я так понимаю, что самозанятость оформляют сотрудники. И, соответственно, налоги – это уже головная боль сотрудника, а не предприятия. Можем ли мы говорить о том, что в связи с этой шкалой или вообще в целом будет вот эта вот тенденция, когда из штата будут людей выводить и в какой-то иной форме оформлять трудовые отношения? Ну, она уже и сейчас, в принципе, присутствует, поскольку у нас достаточно высокие, это социальные фактически взносы, страховые взносы, заработные платы сотрудников отдаётся достаточно много от фонда оплаты труда. И вывести, сэкономить на этой статье налогов вызывает прямо желание. А почему? Ну, там же, надо сказать, что там не только налоги, там же ещё вот эти социальные взносы. Там и НДФЛ 13%, и страховые взносы. То есть если мы про МРОД, про минимальный размер оплаты труда говорим, то это 30% от зарплаты, плюс ещё 13%, если процентов НДФЛ. Хотя теоретически это должен сотрудник выплачивать, но зачастую компания берёт их на себя, и такое бывает. Получается 43%. Ну, то есть ты от зарплаты ещё 43% отдаёшь. Это к вопросу об Италии. Это к вопросу об Италии. И 48%. Да, да, да. Только тут ты, получается, ещё не заработал, сотрудника наняло, уже 43% государства отдай. Ладно бы с доходов 43%. И получается, что да, хотят сэкономить. Соблазн велик. Соблазн очень велик. Сводом самозанятости он стал ещё больше. Тут вообще ничего не нужно делать. Это ещё нужно открыть постараться, потом отчётность. То есть это головная боль сотрудника, он ещё может сказать, да ну вас нафиг, да? Вот, извините. Да, а самозанятый всё просто. Там несколько кнопочек нажал, оформился и работаешь себе. Отчисляешь свои там сколько, 6% или 4? Да, 6%, если с юридическими лицами работает, самозанятый, ещё и налоговая всё считает, вообще ничего не нужно делать. Главное, знай, оплачивай налоги. Ну, естественно, что государство понимает, что он у себя саму яму рыть не собиралась. Соответственно, если вы увольняете сотрудника, то вы ещё несколько лет не имеете права с ним заключать договоры, как самозанятый. Это предусмотрено, естественно. Естественно, это всё отслеживается автоматически. Налоговая у нас очень автоматизированная, очень автоматизированный фискальный орган. То есть не надо думать, что они что-то не знают или не видят. Всё там видно и прозрачно. Поэтому это нельзя. К тому же, вот этот вот оборот работы с самозанятыми у людей сейчас, их очень много. То есть распространили максимально много на всю страну эту самозанятость. И их много. И естественно, что компании начали привлекать много самозанятых. Вот же у меня, вот, пожалуйста, статус, ты это всё делаешь легко и просто. Он говорит, да не вопрос. И сейчас отдельное внимание у налоговых органов к тем компаниям, которые в массовом порядке работают с самозанятыми. Почему? А, потому что таким образом получается, что вы как раз, они же и видят, что вы как раз пытаетесь вместо наёмных сотрудников и уплаты НДФЛ и страховых взносов, вы пытаетесь-то снизить эту нагрузку. То есть речь не о том, что людей переводят на иную форму взаимоотношений, а речь о том, что новых сотрудников нанимают в другом качестве. Да, уже новому сотруднику говорят, ты оформляешь самозанятый, мы будем с тобой сотрудничать как с самозанятым. И нужно понимать, что если у компании, допустим, 10 самозанятых и ни одного сотрудника, то однозначно попадут под пристальное око Саурона, я его так называю. И это же всё видно, и выцепят, и запросят все документы. Татьяна, а разве это запрещено? Нет, конечно. То есть это не запрещено, это законно? Абсолютно законно. Но если это только не несёт в себе одну единственную цель – платить как можно меньше налогов. Тогда это нельзя. Тогда получается, что вы, фактически человек у вас работает, ходит к вам пятидневку, выполняет непрерывную трудовую функцию, например, стоит за прилавком, то есть в непрерывном процессе участвует, пользуется всеми вашими материалами, оборудованием, несёт ещё материальную ответственность, то есть отвечает за какие-то деньги. То есть, получается, это все признаки чего? Трудовых отношений. Не разовых, а постоянных. Не разовых, да, конечно. Самозанятых привлекают для оказания каких-то разовых услуг либо определённого объёма работ. И не могут диктовать ему, когда, где и что он должен делать. Максимум принять работу, договориться о результате. Всё. Понимаете? Такого человека за станок самозанятых ставить нельзя. Если они у вас постоянно сидят на телефоне, тоже нельзя. Ещё и в вашем офисе, на вашем телефоне. Понимаете? Поэтому, соответственно, это трудовые правоотношения. А с трудовых, а вот это уже запрещено, трудовые правоотношения, вы должны заполнить трудовой договор и платить соответствующие налоги. Ответственность в случае, если вдруг налоговая заинтересуется вот такими вот работодателями, для работодателя существенно? Для работодателя, да. На него всё. Вся ответственность ляжет полностью на него. Потому что это он изначально имеет умысел в плате меньше налогов. Потому что самозанятый он как платил, так и платил. То есть человек, который приходит в компанию, трудоустраивается, ему говорят, давай мы тебя вот в такой форме, да, примем на работу, он ничем не рискует? Фактически нет. И даже если раньше было, что если мы не оформляли сотрудника, если кто-то не оформлял сотрудника, мы оформляем. Если кто-то не оформлял сотрудника, и потом был доказан факт трудовых правоотношений, то есть, допустим, сотрудник пошёл, пожаловался, был суд, признали, что да, он там работал, зарплату ему выплатили, надо начислить налоги, налог на доходы с физических лиц, работодателю, уже всё доказано, он работал официально у тебя, то падало на сотрудника. Но уже давно внесено изменение в налоговый кодекс в том случае, если будет доказано, что был умысел и не был трудоустроен, а потом по суду трудоустроен, то НДФЛ, налог на доходы, платит работодатель. То есть, со всех сторон сотруднику ничего не грозит. Ну, это в некотором смысле радует, потому что люди, которые приходят всё-таки работать на предприятии, в организацию, они как-то, мне кажется, сейчас ещё не так тщательно следят за всеми вот этими налоговыми изменениями, за проверками, за какой-то практикой, там, да, вот этой фискальной, нежели всё-таки бизнес, да, бизнес он как-то послеживает за этим. Конечно, полагать, понимать, что самозанятые, которые таким образом работают, у них нет пенсионного стажа. Это они должны чётко осознавать. Да, это самое главное, наверное, из того, что теряет человек. У нас с вами остаётся не так много времени до перерыва, и мы говорили про дефицит на рынке кадров. Это действительно серьёзная проблема, все эксперты это отмечают. Она касается не только Кирова, но Киров, наверное, как город такой, не знаю, регион-донор, наверное, всё-таки трудовых ресурсов, да, для более крупных городов. Может быть, здесь более ярко это проявляется. Что сейчас происходит на рынке труда? Ой, ну, тяжело. Тяжело абсолютно всем сферам, вне зависимости от того, чем вы занимаетесь. Много факторов. И демография, и отток кадров, в том числе на оборонную промышленность. То есть у нас же много оборонной промышленности в регионе. И зарплаты официальные, да? И выше они. И выше, выше однозначно. То есть малый бизнес, например, не может условно предложить таких условий, которые предлагают... Не способен конкурировать. Он не способен конкурировать за кадры, это однозначно. Что я могу тут сказать? Ну, во-первых, лично от меня просто совет. Работодателям или работникам? Да просто людям, которые... Работодателям. Работодателям просто никогда не говорите, что людей нет, их и не будет. Надо просто прилагать максимум усилий. Сейчас такая тенденция, что нужно работать над брендом работодателя. Над того, кто предоставляет, какие условия для сотрудников. Начинается не то, что мы выбираем, кого нанимать. Здесь сотрудник выбирает, куда он пойдет. Это нужно четко осознать. Времена, когда к нам выстраивалась очередь, а мы тыкали пальцем. Как на рабовладельческом рынке, я этого очень не люблю. У меня работают сотрудники, от слова сотрудничать. Соответственно, они прошли. Они ушли. Теперь нужно работать, насколько человеку комфортно работать у тебя. Почему он пойдет к тебе работать? Что ты ему можешь предложить? Это помимо зарплаты. Потому что зарплата бывает не во стопроцентных случаях решающим фактором. Сколько я провела собеседование, это коллектив, атмосфера, руководители играют очень большую роль. Какие-то социальные гарантии, да? Социальные гарантии, да, обязательно. То есть прямо методика, вернее, практику Советского Союза и заводов, санаторий вспоминаем, путевки в лагеря детям. Но мы же понимаем, что, опять же, вот в этой сфере не может конкурировать условно малый или даже средний бизнес с нашим заводом обороны, у которого еще старая база осталась, эти же самые лагеря, санатории. Ну, это же не значит, что нужно сдаться. Да, а что нужно делать? Ну, мы, например, в том числе работаем еще и с колледжей. То есть мы привлекаем еще студентов, работаем со студентами, привлекаем со студентами, работаем над брендом работодателя уже даже на это. И таким образом еще оттуда пытаемся уже сотрудников выцеплять к себе в компанию. В том числе работать нужно, и нужно в компаниях простраивать, чтобы работать с теми, у кого нет опыта. И понимать, что к тебе придут те, кто без опыта, и тебе надо их переучить. То есть получается сейчас для компаний, которые не могут конкурировать с зарплатами и какой-то крепкой социалкой, у них единственный выход – это нанимать новичков, которых не возьмут на более высокооплачиваемые должности. Нанимать, учить, выращивать крылья, что называется, да? Да. А потом отпускать этого человека в большую компанию. Ну, почему в большую? Нет. Он ведь может вырасти внутри компании, а компания за это время тоже вырастет. Почему нет? Точно не повод сдаваться, даже если дефицит кадров. Нужно работать и думать, что я могу сделать, чтобы у меня были, и у меня будут. Расти самому. Стать таким работодателем, чтобы такой компанией, что вот к тебе захотели приходить работать, чтобы оставались у тебя. Вы с молодыми предпринимателями работаете, да, в проекте. Вот молодые предприниматели, которые у вас в проекте, эти люди, они заинтересованы в том, чтобы в Кирове оставаться и бизнес строить в Кирове? А все строят в Кирове. Причем буквально вот сейчас я была на съемках, и там задавали вопрос в проекте эксперта наставляемого. Она говорит, а как вы видите свой бизнес где-то в других регионах? Она говорит, нет, я хочу. Две точки. В Кирове. Никто. Здесь дело даже не в том, что в масштабности. Она говорит, я вижу, что здесь этого нет, а я хочу, чтобы это было здесь так же красиво, как я это вижу. То есть нет желания у них уезжать куда-то. Они хотят развивать здесь и сейчас свое. Это тоже нормально. Не обязательно все время искать, что где-то там хорошо. Хорошо там, где нас нет, да? Не знаю, не уверена в этом, Татьяна. Честно говоря, мне кажется, что все-таки Киров в некотором смысле все еще догоняет некоторые регионы, в том числе соседние регионы, куда вот эта вот трудовая миграция, особенно молодежи, она... Ну, я не знаю, это, наверное, стандартная история. Вот. Достаточно такая масштабная происходит, и мы об этом поговорим, о том, чем можно привлечь. Но после рекламы. Особое мнение на 101FM. И мы возвращаемся к нашей гости. Татьяна Максимчук у нас в гостях, руководитель и основатель компании «Бухгалтер и я». До перерыва про кадровую миграцию начали говорить, о том, вообще молодежь переезжает из Кирова или остается в Кирове, и чем их можно заинтересовать. У нас с вами остается не так много времени, менее 10 минут. Вот, смотрите, Киров. С точки зрения зарплат, там, расходов, понятно, что какие-то регионы, наверное, могут предложить больше. С точки зрения удобства жизни, того, что близкие здесь рядом, да, может быть, у кого-то квартиры есть свои, опять же, до леса 10-15 минут на машине, да, в сравнении с крупными регионами это выгоднее жить в Кирове. Но, тем не менее, мы понимаем, да, что, ну, помимо семьи, помимо работы, есть же еще что-то, что нужно, да, в том числе окружающая среда. И вот наш город готовится к юбилею, к 650-летию. Мы не можем этого не замечать. Насколько вам нравится, либо не нравится то, что происходит в нашем городе в преддверии юбилея? Я имею в виду, прежде всего, тот внешний картинок. Визуал, визуал, да. Мне очень нравится, очень. Особенно меня восхитило, когда, например, улицу Лепси переложили всю в брусчатку. Вот там, где раньше даже просто была тропиночка, а там появился, представляете, тротуар с брусчаткой. И брусчатка эта очень красивая, эстетичная и очень практичная, потому что отвалилась одна плиточка, положили, чем яма в асфальте, которую, возможно, никогда не заделают. Очень нравится, но я считаю, еще есть, конечно, над чем работать. У нас много красивущих зданий, которым просто надо сделать фасады. Даже вот на улице Лепси старые дома, там же оно, по идее, вот если мы напротив завода Лепси, которые дома, там каждый дом видит своей уникальной архитектурой. Вы знали? Да, вы обратите внимание, своя Лепнина и каждый дом, они не повторяются. Но их надо просто, им красоты надо придать. А они там отпадывают, еще что-то. Поэтому есть над чем работать. И мне нравится, что уже сейчас над этим работают. Да, возможно, недоделывают. Но я всегда предпочитаю замечать лучшее, чем постоянно на недостатке. Будут все время какие-то недоделки, недостатки. Давайте смотреть позитивнее. Если мы говорим про старинные здания, у нас очень часто возникают вот эти вот споры, скажем так, между бизнесом и властями, между бизнесом и журналистами. И по поводу того, что, ну, есть же много программ, да, сохранения вот этих исторических старинных зданий, в том числе через привлечение бизнеса в качестве арендаторов. Ну, понятно, мы не говорим про большие жилые дома, если мы про площадь Лепси там заговорили. Там все-таки это в основном жилые дома, да, большие. А если мы говорим про маленькие домики исторические, в том числе вот в пешеходной нашей части, в исторической части, бизнес говорит, что невыгодно совершенно покупать это здание, либо брать его в аренду. Потому что если здание памятника охраняется, не снесено еще, то там очень-очень-очень большие бюрократические проволочки, и очень дорого обходится его содержание и реставрация. Что нужно сделать? А вот на этом месте я бы сказала, что надо местным властям немного понять, что хватит это перекладывать на бизнес. И если есть какие-то препоны, работайте тогда сами над этим. В том числе выходите на федеральный уровень, если вы видите какие-то недоработки в законах. Пробивайте тогда, пожалуйста, чтобы это все сделалось. Если есть у вас готовый бизнес, который говорит, ребят, вот у меня есть бюджет, я готов взять, вот бюджет. Если есть какие-то юридические проволочки, так это не бизнес должен решать, у которого и так есть деньги, с этого достаточно. Пожалуйста, займитесь юридическими вопросами, ведь это же, получается, государственные же акты и законы мешают этому. Значит, это на вашей должны быть плечах. Государство со своей стороны скажет, если мы там какие-то упрощения ведем, те, кто владеет такими зданиями, что-нибудь там нарушат. Вот исходя из непосредственно, скажем так, взаимодействия с чиновниками, большинство у нас утыкается в то, что просто не хотят сами. То есть они просто не заинтересованы в этом, не идут навстречу. Вот здесь прямо нужно сделать так, чтобы вот захотел чиновник местный, чтобы этот дом был отремонтирован. И чтобы он со своей стороны пробивал все разрешения и правила. Пробивал вот эту бетонную стену, через которую, соответственно, бизнес-то не может пробиться. Ему нужно... А тут чиновник с чиновником всегда найдет. А есть у бизнеса потребность вообще в исторических зданиях размещаться? И в центре города? В центре города. Где проблемы с парковками? Ну, центры города все равно всегда приветствуются. То есть это и сотрудникам быстрее добираться лучше, да, они будут рассматривать вас как работодатели. Вот, я думаю, что есть. У нас ведь много бизнесов, где собственники радеют за город. И готовы, у них есть свободные денежные средства, они готовы бы и облагородить, и им это нравится, и хочется. Но биться лбом в бетонную стену тяжело. Ну, как бы, инстинкт самосохранения срабатывает. Поэтому я считаю, что тут только недогляд и недолжная инициатива со стороны местного аппарата. Татьяна, вы на выборы ходили, я знаю, что ходили. Да, ходила. Вы принимали участие в опросе, который проводился на участках формирования вот этой комфортной городской среды? Надо было выделить те участки? А надо было? Нет, не обязательно, это можно сделать и позже. А я, наверное, сделаю. Если мне скажут, где, я сделаю и позже. Я с большим удовольствием, у меня активная гражданская позиция, я считаю, что если спрашивают твое мнение, надо ответить. На сайте городская среда это можно сделать. Да, я зайду тогда, обязательно сделаю. Я хотела у вас спросить, все-таки, раз вы следите за изменениями визуальными, в том числе, в городе, в последние годы, что вам нравится из того, что сделали, а что вам не очень нравится, или на что нужно бы обратить внимание? Вот прям конкретные объекты. Что мне нравится из конкретных объектов? Ну, про брусчатку я уже сказала, да? Про брусчатку я сказала, вот она мне очень нравится, хотя я на машине в основном передвигаюсь. Парки и скверы. Парки и скверы облагородили, прибрались, поставили красивые, хотя всего лишь свет-то проявили, казалось бы, да? Вот это вообще красота. То есть те места, в которых раньше собирались не те люди, которым нужно там собираться, теперь спокойно гуляют мамочки с детьми. Вот, знаете, вот эта вот приятная инфраструктура города, где ты можешь выйти куда-то, посидеть красиво, в приятном месте, вокруг тебя красиво, чисто и опрятно. Вот это прекрасно. Это то, что... И должно дальше постоянно развиваться вне зависимости от того, сколько лет нашему городу, и сколько выделено федеральных денег. Кто-то должен родить за то, чтобы у нас было красиво. Так, а что настораживает? Или на что хотелось бы обратить внимание? То есть вот какой-то объект, либо какая-то, не знаю, группа объектов, которые нуждаются во внимании, но пока не дошли руки до них? Сходу не скажу, если честно. Но я много еще видела зданий, которые мы не успеем сделать в центре города, по-моему, даже где-то по Ленина. Вот эти фасады и прочее, их не приведут ни к какому виду, мы не успеем физически. К юбилею мы имеем в виду, да? К юбилею, да-да-да-да, к потоку туристическому, которому все готовятся сейчас. То есть они остались. Я смотрю, думаю, ну ведь не успеют. Почему? Надо вообще все было переделать. Ну, как всегда, ковид, какие-то еще ограничения, препятствия и прочее. А я считаю, что просто кто-то не захотел. Потому что есть такая, знаете, вижу цель, не вижу препятствий. Почему-то если кто-то другой смог, значит, и ты сможешь. А если ты ищешь себе отговорки, значит, ты не хочешь. Понятно. Чем привлечь туристов, Киров? Чем привлечь туристов? А вот, например, я задам встречный вопрос. Давайте. А что привлекает вас, когда вы приезжаете в другой город? Хороший вопрос. Привлекает, ну, понятно, что визуальная среда, да? Что-то такое, что можно пофотографировать. И где можно пофотографироваться, это раз. Второе, это понятная какая-то логистика, либо описания какие-то, да? Ну, то есть ты идешь, где-то можно что-то увидеть, что-то почитать, да? Про этот объект или про какую-то серию объектов, или про парк, про тот же, или еще про что-то. Вот, удобная навигация, транспортная, ну, это там для человека, который впервые в городе оказался, мне кажется, это очень важно. Кухня, наверное, если это о каких-то необычных локациях идет речь, да? Ты приезжаешь в какую-то национальную республику, хочется попробовать национальную кухню. Да, вот так. Получается арт-объекты, парки и скверы для прогулок, кафе, рестораны, бары, весь спектр, гостиница, в которой ты можешь комфортно остановиться, и еще, получается, развлечение, то есть это развлекательные центры, торгово-развлекательные центры. Ну, то есть у нас, я сейчас вижу, например, с торговыми центрами у нас немножко, ну, не шоппинг-туры к нам устраивать, к сожалению. Со шоппинг-турами мы едем не дотягивают, не дотягивают, не дотягивают. То есть нам не хватает немного инфраструктуры для развлечений и вот арт-объектов. Люди должны, мы не понимаем, зачем ехать в Киров. Так, у нас с вами время приходит прощаться, мы не понимаем, зачем ехать в Киров, в общем, надо это менять. Да. Спасибо большое, Татьяна Максимчук, основатель и руководитель компании «Бухгалтеры». Я была в нашей студии, благодарю и мы прощаемся. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM